Девятого сентября шестнадцатого года Вот я выпустил две газеты То есть сначала Если смотреть по содержанию номера Это основы здоровья Я сделал, выставил А потом решил все таки Вот тут коренной так сказать поворот Что нет Этот номер не пойдет Надо все таки новое писать Я сделал совершенно новую газету Вот Значит у нас от издателя Мандала Знак зодиака из моей книги Познавательно практически Это у нас пошел с вами Сентябрь Месяц Приметы и особенности сентября Почему день назван Чисто ульного святого Чем он Отличился Что делал Все это интересно Значит раньше конечно Были Ну как бы сказать С людьми не церемонились В случае чего сразу же Либо голову Отрубят Либо Бросят в клетку С дикими зверьми И вот шестого сентября День Евтихии Евтихий известен Как один из учеников Святых апостолов Павла и Анна Богослова За свою веру И проповеди Был подвергнут Самым разнообразным Учениям Со стороны язычников И обросали в клетку К диким животным Морили голдом Прижигали тело Раскаленным железом Согласно писанию Во время одной испыток Лев выпущенный К Евтихию Из клетки Заговорил Человеческим голосом Многие свидетели Это удивительное явление Приняли веру во Христа То есть Вот такие Вот даже Можно сказать Сказочные вещи Случались В те далекие времена Я думаю Они и часто Будут случаться Но нету Ни той веры Ни той направленности Которая была У людей того времени Сейчас многое изменилось Появилось много интересов Сознание людей распылено И помимо того Что надо И на жизнь заработать И какие-то тут блага И какие-то тут удовольствия То есть Раньше Если человек жил Он знал Да есть богатые люди Есть там бедные люди Вот так живут Вот так живут Но он этого особо не видел Он просто Слышал об этом Теперь же через телевизор Нам показывают Кто как живет Естественно Идут разного рода Заманухи И Уже с детских лет Человек привыкает Что вот Можно вот так жить Можно всяк жить И что касается Духовного развития Он практически От этой темы Отходит Или там Пытается как-то Совмещать Вот Бизнес Духовной жизнью Ну Уже давно-давно Было сказано Либо ты Служишь Одному господину Либо другому Або им Служить никак нельзя И все это так Это совмещать Ну Некоторые говорят Да Удается Но на самом деле Это Это Лукавство Потому что В любом случае Для того Чтобы выжить В бизнесе Надо Понимаете Ну в конце концов Обманывать Почему? Потому что Кругом Обманывают И если ты Это делать Не будешь Ты просто Под Конкурентами Завалишься Ну и Как это все Дело Делать Хотя есть Конечно И исключения Но Все До поры До времени Кстати Посмотрим Я родился 20 сентября А что у нас 20 сентября Так Вот 21 сентября День Рождества Святой Богородицы Да А я родился 20 сентября Это день Сазонта Назван Честь святого Мученика Сазонта Он был Добрым Нравом И исполненный Благих дел Ибо в законе Господнем Поучался День И ночь Видите Вот Читая вот эти фразы Вроде бы И непонятно Но для того Чтобы Вот действительно Быть добрым Нравом И исполненных Благих дел Надо значит Вот Следовать Заповедям Божьего закона И день В пользу Многим Он Вошел В капище И сломал Идола За это был схвачен И жестоко Подвергнут Пыткам От которых Умер То есть Иногда Вот так Господь Призывает Людей Для Служения Чтобы они Своим Примером Подвигли Других К Вере Так Значит 20 сентября В этот день Крестьяне Начинали торговать Репчатым Луком Говорили Лук Овощ От семени Дух Это один из тех Овощей Которые Не только Питают Но и помогают Бороться С самыми Различными Заболеваниями С этого дня Начинались Гуляния Парней Поскольку По завершении Полевых работ Юноши Забирали Солдаты А перед этим И давали Немного времени Для отдыха И развлечений Они надевали Праздничную одежду И ходили в гости Устраивали Шуточные Потасовки Принимали участие В играх Вот видите Как Вот этот день Надо было Отмечать Приметы Много шелухи На луке К суровой зиме Вот так В этот день Рекомендуют Париться Для укрепления Здоровья Если Хотя бы Одну луковицу Испечь Раньше Чем весь лук Будет собран С огорода Урожай Может пропасть Видите Как примета Интересная Надо Надо все Собрать Вот Что было 20 сентября И все Далее идет Мой травник Рассказываю про абрикос Чем он знаменит Что он тут Такое делает Вкусная вещь Что об абрикосе Рассказывали Другие Целители Какой абрикос Лучший Вот Кстати Семечки Абрикос В которых Наружная Скорлупа Удалена Использовали И Семечки Абрикос Абрикосова Камедь Пользовалась С большим Спросом Видите Ее Измельчали И Использовали В медицине Как Состановую Часть Клея Видите Еще В Древнем Китае Обратили Внимание На способность Абрикосовой Камедии Заполняться Бараны И Способствовать Их Заживлению Абрикосова